Привет, друзья! Это Егоров, канал Едим Спорт. Тудроц празднует победу в МФЛ и собираются в РПЛ. Дмитрий Кузнецов обещает уйти из команды. Вот, я вас всех люблю, я ухожу. А крапа кто-то бьет. Просто приходит крап, говорит, у меня в слезах. Ну и брокки отдают команду болельщикам. Во всем этом разберемся, потому что это медиа... Вот и сандалия. Итак, и так, и так. Тудроц выиграли МФЛ и топ-3 самого главного в их празднованиях. Ну, во-первых, это неприятная, конечно, история, но крапа кто-то побил. О чем рассказал Ярыш? У нас была своя випка, мы сидели хорошо, отдыхали, и тут заходит мана с разбитым носом. Просто приходит крап, говорит, у меня в слезах. Типа, я крапа таким давно не видел. Типа, это не алкоголь или прочее. Просто, чуваки, вы... Вы видите, я вашу маму. Нападавшего не нашли, но хочется сказать этому человеку, если он смотрит. Ты, из-за тебя крап опять плакал. Руки прочь, вы все грязные от бедного Дани. Он и так настрадался в этом году, просрал кучу бабок, практически просрал футбольную карьеру. Он хочет взяться за голову, поэтому, сука, уважайте его. У него есть шанс в следующем сезоне, и я буду за него переживать, потому что мне интересен рост личности. И самому Дане сказать, хватит попадать в эти все дерьмовые ситуации. Подумай, братан, что ты теряешь. Ну, это ладно. Идем дальше. Кто это смотрит? Кто вы... Я ваш род. Если бы вы как мужчины были, вы бы предложили один на один, как нормальный пацан. В остальном, этот род все было прекрасно. Мой любимый момент — увольнение Кузнецова, в которое даже я на секунду поверил. Вот, я вас всех люблю, я ухожу. Слышал, я как Сипскана сказал, что, мол, с таким составом, как у Дроц, любой тренер возьмет золото. Ну, окей, это сложно проверить. Можно поспорить, конечно, но сложно проверить. Викторич! 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 Но вот поговорим о медийности. Навкидывается только, сколько Кузнецов. Вот, что ты делаешь? Алло! Держать тех же судей, в таком, на поводке, тоже способен только Кузнецов. Да что? Как ошибся, блядь? Опасно, блядь? Момент опасный, ошибся, блядь? Смотрите видео, блядь, у своего ю... Взаимодействовать со звездами Тудроц. И жестко говорить, нет, ты не будешь играть. Давай, не будешь играть, просто хорошо. Давай, прикрывай, дай. Либо ставить там всех пацанов, чтобы они тебя уважали. Это тоже, получается, может делать только Кузнецов. Получается, по совокупности медийки и результата, он, безусловно, первый номер. Я ударил. Ну, а с правилом, что можно позвать любого, он тоже выиграет золото, не уверен, что это работает. Можно кого-то пригласить и потом увольнять. Ну, а также напомню, друзья, обязательно подписывайтесь на ВК Броков. Ссылка в описании, там будут выборы вообще. Что понравилось? Ну, слезы. Вроде очередной кубок выигрывается, второй. Но люди плачут. Ну, хорошо. Неки-то уже привыкли, что плачут. Стиль. Давно ничего не выигрывал. Окей. Хорошо. Ну, можно даже ману, ну, все-таки непростая победа. Но вот Бигги, который я не играл тогда и не играл сейчас, и вот эти слезы и слова о том, что у меня золото. Мы двухратые чемпионы! Ну, могли бы выглядеть достаточно странно. Но кто-то скажет, что Бигги это кринж-персонаж. Ну, да, возможно. Возможно. Это кринж-персонаж. Готов? Ну, это тот самый тогда персонаж, комментарии которого после каждого матча интересны любым СМИ. Это персонаж, который в том числе помогает в медийности своего клуба. Тудроц и так в медийности, но Бигги здесь... Мы двухратые чемпионы! ...достаточно ценный актер. Ну, и плюс ко всему, можно быть каким угодно персонажем. Кринж, не кринж, но... Главное не разрушать. И вы разве слышали, чтобы Бигги критиковал Кузнецова, либо критиковал Жеку и Некита из-за того, что они дают ему мало времени, или что он должен выходить, пробивать пенальти, и какие там все несправедливые в команде Тудроц? Ну, я думаю, что нет. Самое лучшее. Это один из лучших дней в моей жизни, я могу сказать. Вряд ли вы это слышали. Зато человек плачет после побед. Это очень ценный показатель жизни коллектива. Мы двухратые чемпионы! Конечно, в остальном не обошлось без жесткого пендрежа со стороны Жеки и Некита. Вот Жека сказал, что они не так велики, а сейчас еще более велики. Какие эмоции, бро! Сделали еще один шаг, чтобы стать более великими. Я думаю, что ни у кого уже нет вопросов, какая команда самая медийная, самая сильная. Ну, а Некит опять заявил, что команда идет в РПЛ. Ну, что дальше? Либо дальше ебать так же медиафутбол, либо, ну, как я говорил, через 5 лет увидеться в РПЛ. На 100% уверен, что 3-4 года и дроты по всем параметрам могут быть в РПЛ. Осталось найти просто какую-нибудь нефтяную компанию, которая вложит деньги, и у нее появится команда с огромной армией болельщиков по всей России. Я думаю, с армией болельщиков не уступающей, в том числе топовым клубам из российской премьер-лиги. Так что все это можно сделать, я в следующих роликах попробую объяснить, как это возможно. Но тем не менее, право на такие слова у Некита были. Ну да, пусть они, конечно, выпендриваются, но зато в дротах есть баллад. Потому что есть такие добрые и расположенные чуваки, как Кутуз, как Сыч, ну и как некоторые другие ребята. Вот что они говорили. Я никогда себя не хвалил, не выставлял лучшим игроком. Но ты знаешь, было бы приятно получить эту награду, но голосовать я буду не за себя. В общем, можно искать, за что Тудроц критиковать, но все были в равной ситуации, с равными исходными. Да, Тудроц было намного больше денег, но опять же у них намного больше просмотров и намного больше развиты каналы. Четыре успешных канала, больше всех просмотров, чемпионы медиалиги. И контракты, и все остальное. Так что можно сказать, да, вы молодцы. Ну и напоследок мы решили спросить, что они думают по революции Броук. Мне кажется, в очередной раз Броуки идут в ту сторону, но... На то вы и Броуки знаете, я вам... Серьезно, нет, а в шутку было бы прикольно. Вот если бы я был просто человеком, в таком поучаствовал, очень заманчивый, я уверен, привлечет много народа. Тяжело представить, на самом деле. Но будет интересно, я думаю, смотреть, следить за этим. Что это не совсем интереснообразно, как-то и... Люди могут просто проявлять симпатию о данном человеке, а не как-то болезнь. Ну что, это круто, посмотрим. А революция в Броуках такова. Совсем скоро будет запущено приложение, где болельщики будут решать, что дальше будет происходить в клубе. Выборы ведущей, выборы корреспондента, возможно, выборы, какие челленджи снимать, иногда даже выбор состава на матч. Все это будет отдано вам. Мы лишь будем корректно ставить перед вами вопросы. Ну и такая инициатива у нас возникла, и вот что думают отцы-основатели Тудроц. Что думаешь по этому поводу? Слушай, ну это интересная идея, будет классно за этим наблюдать, но мое мнение, что ключевые решения не могут принимать болельщики. Не знаю, мне кажется, таким образом ты не добьешься каких-то больших побед, потому что, ну, не знаю. С чего у аудитории должно быть понимание, какие заплаты выставлять, какие там задачи выставлять и так далее. Это, конечно, это прикольно, поиграться этим, но... Ну что ж, говорят, что не получится. Говорят, что народной командой мы не станем, но даже им кажется, что это интересно. Поэтому постараемся сделать так, чтобы было интересно и вам. Ну а на этом про финальный матч все. Это был Егоров, пока.